В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Лена Эпштейн. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Башкортостан вошел в топ-10 рейтинга регионов России по популярности у туристов в новогодние праздники. Исследования провели специалисты аналитического агентства Турстат. Больше всего туристов, почти 5 миллионов, привлекла в новогодние каникулы Москва. Рост 13%. На втором месте Московская область. Чуть более 2,5 миллионов. Рост 10%. На третьем Краснодарский край. Более полумиллиона человек. Рост 19%. Турстан замыкает лидерскую десятку с показателем 130 тысяч и ростом 12%. Республика расположилась строчкой выше с показателем 148 тысяч туристов. Отмечу, что Башкортостан также вошел в первую пятерку регионов по темпам роста внутреннего туризма. Количество россиян, посетивших нашу республику, увеличилось на 35%. Уфа присоединилась к фестивалю «Выходи гулять». Сегодня в столице республики пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В развлекательной программе спортивные состязания, традиционные национальные забавы, а также различные культурно-массовые мероприятия. Основная задача фестиваля – обсуждение проектов благоустройства города. Напомню, в этом году на формирование современной городской среды Башкортостана направят свыше 1 миллиарда 60 миллионов рублей, на 30 миллионов больше, чем в 2017. Как сообщили в правительстве региона, почти 900 миллионов поступит из федерального бюджета. Оставшаяся часть – из республиканского. Сегодня движение по мосту через реку Белое будет осуществляться снова по пяти полосам. Проезд организован только по новому мосту. Стало известно, старый арочный мост, движение по которому закрыто уже вторую неделю, из-за опасности разрушения будет отремонтирован. На эти цели потребуется от 40 до 150 миллионов рублей, и деньги заложены в бюджет. Аварийно-восстановительные работы начнутся в теплое время года, через 3-4 месяца, сообщают в администрации столицы республики. Однако уже сейчас пропускной способности нового моста не хватает. До въезда на мост образуются километровые пробки. Для улучшения движения введено ограничение на движение грузового транспорта только в ночное время суток – с 22 часов до 6 часов утра. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на сегодня. Доллары евро синхронно просели. Курс американской валюты снизился на 21 копейку и оценивается в 56-41. Евро в минусе на 19 копеек – 69 рублей 7 копеек. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в Тимербанке за 56 рублей 43 копейки. Продажа в Акбарсбанке за 56-68. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Запсибкомбанке и Промтрансбанке за 69-10. Продажа также в Акбарсбанке за 69 рублей 34 копейки. Это был утренний выпуск новостей на телеканале РБК ОФА. Смотрите наши выпуски в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова